всем привет друзья с вами как всегда я александр и сегодня ко мне подъехала посылка с очередным девайсом от компании сяоми на этот раз это наушники кванти 2 это продолжение тех самых первых гибридов которые имели два драйвера не путать с гибридами hd 3 драйверными сочетают они в себе один драйвер динамический стандартный вот он тут из графена и арматурник точно так же как и первая генерация но обещает естественно все улучшенное улучшенный звук улучшенный микрофон и о чудо наконец-то у нас появился г-образный джек это просто прекрасно но давайте на них в общем то посмотрим приехали не с магазина banggood там на тот момент была самая интересная цена такой у нас кейс пластиковый характеристики 32 ума сопротивление 14 грамм 125 длина кабеля 300 миллиметровый джек 100 децибел чувствительность 20 на 20 частоты 5 милливатт и размеры так именуются они и не in ear headphones pro 2 без приставки hd и ждет уже 3 драйверники были так марочка смотрите защитная так упаковка хоть и бумажная но приятная да как раньше упаковывали коробочки в красивые так у нас на китайском языке на полностью на китайском языке инструкция нет даже английского поэтому она нам не нужна достаем сами наушники так вот 1 2 амбушюры запасные комплект раз два три 4 5 6 штук еще то есть еще три пары кроме той которая на самих одета но и собственно сами сами наушники начнем с джеком да как я уже сказал видимо услышали молитвы всех своих пользователей не сделали г-образным это замечательно она как-то исполнитель метра позолоченный эта часть металл дальше идет оплёточка тканевая внутри как всегда у нас кевларовая нить идет для усиления чтобы ничего не порвалось у нас так разделитель не логотип резиновый пульт классический металлический трех кнопочной те же самые невразумительные кнопки не поймешь что нажимаешь слепую не отверстие микрофона сами головки металлические так вот эта часть пластиковая отверстие компенсационная надписи левый правый сеточка закрывает звуковод также 45 градусный изгиб классический для всех наушников сяоми практически на самом деле это уанма для них выпускает да кстати этого она выпущена выпущена или нет не написано ну-ка ну-ка монифачер ба сиоми нет сын лэп акустик технологи это та же самая фирма которую выпускала и bluetooth наушники который был на тестировании так давно так здесь еще одно отверстие в обратной стороне и надпись hd audio вставки резиновые которые не дают этому делу сумму перетираться эти провода тоже резиновые ну что же друзья симпатично выглядят будем тестировать как обычно я думаю с недельку не меньше надо убедиться точно что у них там звуки немножечко погреть покачать но мы с вами во второй части это видео как обычно поделюсь своими ощущениями от прослушивания ну что же друзья новыми наушниками от sim я попользовался достаточно долгое время и сейчас постараюсь вам о них все рассказать но в начале друзья не могу вам не напомнить что скоро распродажа 11 11 и я знаю многие из вас будут обязательно делать покупки в этот день но для того чтобы прилично сэкономить и вернуть часть денег с покупка обратно я предлагаю вам воспользоваться кэшбэком смарти сейл смарти сейл это сервис умных покупок среди явных преимуществ могу отметить первое это огромное более тысячи количество интернет-магазинов как уже популярных таких как aliexpress gearbest banggood так и мало известных которые есть только в арсенале смарти сейл меня в частности заинтересовал как раз такой магазин light in the box где бывает ну очень вкусные цены на смартфон второе преимущество это практически отсутствие минимальной суммы для снятия и начисления кэшбэка в валюте покупки можно к примеру вывести сумму от 5 рублей на счет своего мобильного электронный кошелек или банковскую карту третье это удобное использование просто переходите по ссылке в описании под этим видео регистрируйтесь устанавливайте удобный плагин для своего браузера и начинайте возвращать часть денег своих покупок прямо сейчас примеру я уже зарегистрировался сделал пару покупок на которые мне начисли кэшбэк и наконец более 1 миллиона покупателей уже выбрали сервис умных покупок смарти сейл попробуйте и вы начнем друзья с эргономики и удобства использования первое положительное введение которое я хочу отметить это конечно же этот л-образный или г-образный джек причем если вы можете заметить он не совсем малообразный называется такая форма хаммер то есть молоток в чем его собственно плюс плюс в том что даже у л-образного джека провод испытывает нагрузки когда вы на него вот ну таким образом давите да если у нас вставлен например в смартфон вот так вот здесь же благодаря вот такой вот интересной форме то есть не сразу кабель выходит из самого джека даже если вы на него немножечко оказываете давление ему ничего плохого от этого не случится сами видите перегиба не происходит далее кабель на кабель хорошо знакомый но это не самое так скажем лучшее решение все таки если некоторые тенденции к спутыванию вот таким вот образом но с этим можно мириться особенных никаких проблем он не доставляет далее пульт пуль хорошо известен еще со времен пистона в третьих он не очень удобен для использования его вслепую касательно его функционала по умолчанию первых пока фоне крайней кнопки это громкость плюс и минус средний стоп пауза по двойному нажатию на среднюю же кнопку происходит переключение трека вперед по тройному назад то есть весь функционал переключение громкости на этом пульте присутствует микрофон здесь просто отличный mens поверхностного монтажа звук его прекрасный кто кстати не в курсе все свои обзоры я записываю на внешний микрофон взятый как раз вот с такой гарнитуры так что то что вы сейчас слышите это собственно звук вот этого микрофона записаны сами наушники тут ничего необычного и незнакомого нету 45-градусный изгиб очень удобен и из ушей не выпадают держится можно сказать намертво звукоизоляцию при этом они обеспечивают среднюю но с другой стороны я не люблю когда втычные наушники так сказать создает полный вакуум у вас на в ушах немножко дискомфорт у меня лично это вызывает а так в принципе звукоизоляция достаточная вы не теряете связь с внешним миром но и музыку не сильно слышно снаружи ну а теперь друзья давайте поговорим о самом главном о звучании этих наушников никого наверно не секрет что у сиоми с гибридами ну как-то скажем так не задалось их предшественники первого поколения двухдрайверные не отличались особенно выдающимся звучанием а трехдрайверная версия в исполнении харес меня вообще не впечатлило в собственно наверное как и многих из-за огромного количества высоких пилищ их так скажем частот раньше наушники для компании сяоми выпускала one more небезызвестная а вот сейчас мило вендора так сказать по выпуску именно наушников и как я уже сказал это у нас теперь сын длэп акустик технологии шинджейн компания которая входит в экосистему ми и я вам скажу это уже вторые наушники первые были блютусные и звучание их определенно стало лучше нет я не скажу что они имеют какое-то феноменальное звучание но подключив их практически к любому устройству вы получаете вполне качественный и достаточно сбалансированный звук как и все недорогие наушники они имеют у-образную характеристику на слух то есть поднятые низкие и поднятые высокие и давайте подетальнее по звуку мне удобнее если будет эквалайзер открыт верхов этих наушников приличное количество но они что называется не пилище а именно подчеркивающие детализацию если вам их много их можно спокойно убавить я вот в частности слегка опустил высокие буквально чуть-чуть и мне это вполне было достаточно высокая середина также отличная дополняет детализацию и очень хорошо слышно скажем в уроке вот эти вот местные гитары идет такой ярко выраженный хороший низ понятная середина и прям вот дополняет высокая середина слышно аж как медиатор поперек струн идет это очень здорово у меня честно говоря при послушивании рока прям аж мурашки бежали по спине что бывает достаточно редко по многие наушники надо немножко вслушаться чтобы начать получать от них удовольствие средний диапазон полторы-две тысячи там где у нас находится вокал что удивительно вокал не смешивается с гитарами что частично происходит например в более дорогих крутых к из-за с 10 здесь разделение просто отличная средние не перекрывают вам напрочь уши даже если полностью выкрутить громкость а громкость этих наушник кстати очень приличная далее низкая середина но вот ее чуть-чуть не хватает поэтому здесь у меня пошел подъем в районе 500 250 ну и бас и бас и здесь довольно приятные даже если слушать в линии они присутствуют и самое приятное что они отлично корректируются вплоть до самого крайнего диапазона если его покрутить можно почувствовать как басовый барабан бьет вам прям по перепонкам ну кто любит такие вещи можно создать эффект серьезного давления на уж вместе с этим конечно он не очень быстрый немножко есть расплывчатость на саббасе но мне вполне понравился касательно звуковой сцены тоже удивили наушники достаточно широкая не сказать что феноменальная то есть то что происходит прям за вами там не слышно достаточно широкая и приятная в глубину то есть достаточно сбалансирование надо сказать что слушал я их и на зишане и вот на пока фоне и даже мой старенький звук за два в общем-то по-другому зазвучал с этими наушниками и как я уже сказал друзья в чем-то они мне даже больше понравились чем кейс зс-10 самое главное что они простые понятные не требует никаких шаманских танцев с бубном виде прогревов примерно так же как они звучали из коробки они звучат и сейчас звучание их не поменялось то есть это такой универсальный вариант для любого использования то есть что со смартфоном что в принципе даже с hi-fi плеером звучат они достаточно ровно и хорошо и свою стоимость в районе по моему 20 долларов на не обеспечивает мне кажется очень хорошее звучание отдельное спасибо надо сказать инженером из вот этой компании которая для сегодня выпускает наушники я надеюсь что и другие продукты будут также замечательны в использовании хорошо настроены так что к покупке эту гарнитуру я могу рекомендовать вам смело на сегодня у меня все спасибо всем за просмотр подписывайтесь на канал не забывайте ставить колокольчик чтобы не пропустить выход новых видео пишите комментарии на новых встреч пока удачи удачи